И я начну, например, ПДЛ-1, так как о нем много говорят и так далее. У меня был собственный личный опыт внедрения нескольких тарифов в ФОМС Санкт-Петербурга. И я ввел их от начала до конца, взаимодействие с главными специалистами, комитет здравоохранения, ФОМС и так далее. И я покажу, почему важно заниматься именно этим нам, специалистам, которые, собственно, потом этими тарифами пользуются. Потому что если мы отдадим это на откуп, кто, по идее, этим должен заниматься, то есть экономисты и все прочее, я вам покажу, какой тариф в итоге вы получите. И разницу как раз между ними. Ну, как видите, даже по ПДЛ у нас, в зависимости от региона, все значительно гуляет. Хотя вроде бы реактивы одни и те же, люди одни и те же. Был самый любопытный Тамбов, но его уравняли. В Тамбове был прекрасный тариф 45 тысяч за ПДЛ-1. Я пытался несколько лет туда попасть, в этот ФОМС, всеми возможными силами. Потому что я даже хотел им бесплатно, добавочно к ПДЛ, делать НЖС. Думаю, мы будем делать как бонус такой к ПДЛ-1. Но вот сейчас их тоже уравняли. На самом деле, они тоже сейчас стали 13 тысяч, а они недолго прожили с таким тарифом. Может быть, потому что я каждый раз показываю их. Ну, не знаю. А так, в принципе, процесс формирования тарифа ОМС, по сути, состоит из трех основных частей. Первая часть – это письмо главных специалистов, комитета здравоохранения, необходимости данного исследования. И самое важное – должно быть обоснование клинических рекомендаций. Без клинических рекомендаций мы никуда тронуться не можем. Второе, что для первого необходимо – это наличие регистрационных удостоверений на ту расходку, которую вы хотите в этот тариф внедрить. Потому что если нет регистрационных удостоверений, опять-таки мы никуда не сдвинемся. Если все это имеется, тогда можно перейти в следующую часть этого письма. Это обозначение потребностей в количестве исследований. То есть надо рассчитать, сколько примерно исследований, исходя из населения, исходя из заболеваемости, потребуется в год для проведения этой нужно для того, чтобы рассчитать в итоге, сколько будут затраты. Если будет добро на это письмо, то второе – будет расчет стоимости исследования. Об этом мы поговорим дальше чуть подробнее. Там очень интересные такие таблицы. Когда я первый раз взглянул, мне чуть плохо не стало. Но на самом деле там можно пренебреть почти всем. и вообще не обращать внимания, что там написано, и не пытаться даже вникать. А по сути там остается только одна-два-две графы, которые действительно формируют тариф. У меня есть просто была болванка, и я даже не обращал внимания, потому что я дальше объясню. И наконец третье – если вы уже все-таки организовали этот тариф, необходимо, чтобы еще ваши учреждения включили в этот тариф, потому что это тоже не факт. Вы можете не получить это тарифное задание. По поводу клинических рекомендаций. Ну вот опять по поводу ПДЛ-1. Уже есть в клинических рекомендациях необыкличный рак легкого, рак шейки матки, троной негативный рак молочной железы, уртериальный рак – рак желудка. С раком желудка, конечно, совсем интересно, потому что сейчас убрали показания, но в клинических рекомендациях есть. И вот у нас сейчас такая двойственность наблюдается, но тем не менее и назначают в общем-то врачей, на самом деле продолжают ориентироваться. И что важно, обязательность клинических рекомендаций вступила в силу с этого года уже. Это что означает? Что по сути клинические рекомендации становятся обязательными, то есть они бы только звучат как рекомендации, а на самом деле на основании их тот же ФОМС может оштрафовать, то есть если не выполнены эти условия, то соответственно могут быть наложены штрафные санкции. И до 1 сентября, который 21 года, применяется 1 января 22 года, на официальном сайте до 1 июня применяется 1 января 23 года, ну и соответственно, если доживем, то 24 год. Ну и клинические рекомендации, да, вот как раз в плане легкого, последний пересмотр 22 года, Ирина Анатольевна уже об этом много говорила, вот и собственно этот сайт, да, на котором актуальные, как раз принятые Минздравом, да, эти клинические рекомендации, потому что, ну, надо понимать, что русско, например, это не клинические рекомендации, одобренные Минздравом. Вот именно то, что на этом сайте есть, это именно не актуально, именно о них надо ориентироваться, ну, в том числе с точки зрения формирования тарифа. Ну и собственно, что сейчас, да, уже я о двух словах еще раз повторю, АУКРОС-1, ЭДЖИФР, БРАФ, ЭПИДЕЛ-1, да, и соответственно, опять уже тоже появилась фраза про плоскоклеточный рак у некурящих молодых пациентов, то есть она как бы тоже существует. Самое, конечно, интересное, что очень хорошая, интересная формулировка при выявлении неполоскоклеточного, немелкоклеточного рака. И мы в эту, к сожалению, в эту формулировку уже несколько раз попали, потому что что такое крупноклеточный эндокринрак? Он неполоскоклеточный, он немелкоклеточный. И нас несколько раз заставляли делать. Крупноклеточный неэрендокринный. Нет, не крупноклеточный, крупноклеточный понятно. Крупноклеточный неэрендокринный. Так вот, дело в том, что крупноклеточный неэрендокринный рак, он условно тоже, он не мелкоклеточный, не полоскоклеточный. И нас несколько раз пациенты, прочитав клинические рекомендации, заставляли все сделать. Абсолютно бессмысленные эти анализы, которые, да, вообще, там на ИГХ, там АОК будет светиться, и тогда надо, по идее, делать транслокацию, еще фиши, ну, то есть безумные исследования вообще совершенно, которые абсолютно не это. Поэтому как-то надо, конечно, формулировку все-таки более четко, наверное, сделать, чтобы крупнокритичный рентокрин и рак. Нет, а потому что один пациент совсем, то есть он, наш отказ не принял, он пошел через ФОМС, и ФОМС нас обязал сделать вообще эти исследования. Это калька с НССН, наши эксперты тоже, они как-то одним глазом смотрят в НССН, другим ВСМА, а уже как-то в третьем уже пишут рекомендации. Ну, да. Мы с ними разговаривать, что очень непросто. Рекомендую попробовать. Ну, вот мы столкнулись уже несколько раз, и никакие объяснения не помогают. Ну, и таким образом, да, входит критерий качества. Если не сделаны GFR, соответственно, АОК РОС-1 БИРАФ, не определено 5 или 1, то, по сути, это является основанием для того, чтобы некачественно выполненное исследование и является основанием для того, чтобы оштрафовать, собственно, учреждение на некую сумму. Ну, вот у меня табличка, Ирина Анатольевна уже показывала, 23-й год, да, то есть особых изменений не произошло, то есть, ну, чуть-чуть увеличилось, но на самом деле практически все то же самое. И, конечно, эта стоимость, она очень, ну, как бы так, приличные слова-то подобрать, не всегда отражает наши ожидания. И теперь мы перейдем уже, собственно, к расчету стоимости, да, допустим, вот у вас все одобрили и так далее. Вот как вкратце выглядит эта табличка. Она нечитаема, естественно, да, но посмотреть, сколько там граф. Но если... Мы тоже все заполняем. Но мягкий инвентарь мы оставили, вот как нам дали эту таблицу, в каком виде мы больше не смотрели. На самом деле, запасная часть технического обслуживания, оборудования тоже не играет никакого значения. Здесь играют две основные. Наибольшая, самая важная часть – это расходные материалы. И вторая, меньше, менее важная часть – это трудозатраты, тарифные ставки и так далее. И реально стоимость тарифа – это расходный материал 80-90% от тарифа, зародная палата – 10-20%. Остальные 1-3% от тарифа. Можно вообще пренебречь. То есть там амортизация оборудования не дороже 100 тысяч. У вас есть какое-нибудь оборудование не дороже 100 тысяч? Не знаю. Может быть, если раз, что вы водяной баней пользуетесь, какой-нибудь. Не-не-не, там идет расчет от амортизации. Считается, что за 10 лет ваш прибор должен уже полностью истратить свой ресурс. И поэтому это все делится на 10 лет. Ну, понятно. Там получается копейки. В любом случае, даже 100 тысяч – это, если амортизировать 100 тысяч, то там рубли, 2-3 рубля. А где бухгалтерия? Где бухгалтерия, хозяйственные расходы и прочее, прочее. Потому что у нас, например, еще такая графа. Я пользуюсь тем, то, что мне дал комитет здравоохранения. Видите, какой у вас гуманный комитет. Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга. Вот эти 8 основные. Здесь вот мягкий инвентарь, пожалуйста. Мягкий инвентарь – это халаты. Там сколько-то копеек. У нас тоже-то есть, конечно. Это вписано. Я просто то, что мне дали, я даже не трогаю, вот эти вот штуки. Потому что у нас есть еще отдельная графа. Это так называемые цеховые расходы. Накладные расходы? Цеховые. То есть вы должны на этих самых, на завхозах, на бухгалтерах. Это накладные расходы. Накладные расходы, как правило, это на заработную плату. 30% у вас идет подчисление. Заработная плата – это заработная плата. Это накладные расходы как раз. То есть все сопутствующие службы. Ну, я просто вас не вижу. Это накладные расходы. У нас, наоборот, они даже не включены. То есть вам, наоборот, повезло, что вы можете включить накладные расходы. В наших тарифах накладные расходы не учитывается вообще. То есть ни бухгалтерия, ничего. И что по поводу информации о стоимости расходов материалов. На самом деле у вас два основных источника. Это коммерческие предложения от поставщика, которые вы сами можете запросить. Это не очень хорошо. У нас есть прекрасный сайт госуслуги. Прекрасный сайт, вообще замечательный. У меня есть несколько любимых учреждений, я их не буду называть, где я очень люблю брать расценки стоимости на реактивы. Благодаря этим расценкам получаются хорошие тарифы. 80-90% от стоимости, как они закупают, получаются прекрасные тарифы, которые можно жить благодаря этим ценам на расходы. Это нормально. Вы сдаете ссылку на аукцион. Это официальный документ. Это достаточно для того, чтобы подтверждить. Вообще в системе УМС возможно тремя способами работы. Но, к сожалению, до сих пор некоторые регионы продолжают работать в рамках законченного случая. Законченный случай никому не интересно. Законченный случай – это выделяется какая-то КСГ. И в это КСГ, если вы вдруг начинаете встраивать свою иммуногистохимию, вы отнимаете кусок у хирурга, или у анестезиолога, или еще у кого-то. То есть от этого КСГ она не увеличится. Это законченный случай. Поэтому, к сожалению, до сих пор некоторые регионы так работают. Это, конечно, нехорошо. Другие два – это более интересные вещи. Во-первых, тариф на амбулаторные исследования, которые мы в основном обсуждаем. Это прекрасно. На самом деле, есть еще, в Санкт-Петербурге есть, в Москве, не знаю. КСГ на амбулаторные исследования? КСГ на амбулаторные исследования. С самого одного дня. Ну, вот это и есть, по сути, КСГ, да. КСГ на амбулаторные исследования. То есть дневной стационар. И, да, я, наверное, немножко неправильно сформулирую. Вот, например, в Санкт-Петербурге тариф 41 тысяча 375 рублей. Госпитализация диагностических целей с проведением биопсии и последующим проведением окуляр-генетического, лимон-гистохимического исследования. Какие преимущества? Хороший тариф – 41 тысяча. Ограничение по методам связано только с их наличием ИРУ. То есть здесь, в этом тарифе, вы можете сделать все, что хотите вообще в рамках этой суммы. То есть вы здесь не ограничиваетесь какими-то вот этими амбулаторными тарифами. Если есть регистрационное удостоверение на реактивы, вы можете сделать все, что хотите. В чем основной недостаток? Ну, у вас должны быть эти методы. То есть если у вас вдруг нет этих методов, то вы не можете, то есть другое учреждение не может по этому КСГ. То есть все должно быть выполнено от начала до конца в одном учреждении. То есть пациенты положили, провели биопсию, гистологию, молекулярно-экологический исследование. Все это должно выполниться в одном учреждении. Блоки нельзя передать. Ну, или должен быть договор заключен, соответственно, между учреждениями. Ну, и койка для дневного стационара. Это тоже иногда бывает проблем. Допустим, все сделано, приняли и так далее. И у вас в амбулаторные уже как бы все выполнено, и вы включены уже в работу. Какие документы необходимы для проведения исследования? Ну, две формы основные, 14 У или 57 У. В Санкт-Петербурге у нас на самом деле отличается буквально тем, что 14 У позволяет еще выставлять паталагонатомическое исследование. То есть, 57-я форма у нас не покрывает паталагонатомическое исследование. Ну, пересмотр условно препаратов. Мы не имеем права вставлять, у нас так в генеральном соглашении прописано. Ну, то же самое. А 14, она как бы позволяет все, что угодно сделать. И это она, в этом ее, собственно, преимущество. А так, по сути, и та, и другая возможна. Копия СНИУС, копия Полис ОМС, копия паспорта. С копией Полис ОМС – это сейчас очень интересная история. Мы пока как бы в такие острые ситуации не возникли, но вообще есть такой закон, да, который говорит, что при обращении за медицинской помощью за исключением случаев получения экстремидицинской помощи предъявить по своему выбору Полис обязательства Министерства вострахования на материальном носителе или документ, уставивающий личность. Прекрасный такой закон. Только ФОМС требует обязательно Полис ОМС. И поэтому, если вы Полис ОМС не предоставите, ничего вам не оплатят. Да, у нас, как всегда, да, собственно, приняли закон, пользуйтесь, пожалуйста. Какие механизмы финансирования? То есть, на самом деле, я совершенно не понимаю, когда вот в рамках одного региона вдруг врачи начинают бояться выписывать направления какие-то 14-57 формы. Здесь вообще никакой боязни не должно быть, потому что выделяется квота у черного учреждения. И это настолько формальность вот этого направления. То есть, это вообще, то есть, в рамках этой квоты больница и работает. Другой вопрос, да, бывают вопросы с межтерриториальными расчетами. Потому что, ну, это уже да. То есть, некоторые регионы не очень любят, и вообще есть негласные запреты на то, чтобы посылать 57-й или 14-й форму. У нас в 14-й форме. В 14-й форме. Хотя это незаконно. Вообще-то совершенно, абсолютно. Потому что у нас в Конституции там, да, и так далее. Но это вообще сейчас очень красивые слова, которые не имеют никакого значения. Какие особенности работы в условиях ОМС? Во-первых, оплачиваются исследования, выполненные только расходы материалом СРУ. Вы можете поставить метастаз рака молочной железы, не используя ГАТО-3? Или вы можете поставить там какой-нибудь метастаз меланомы, не используя СОКС-10? Или эту, как называется, герминогенную опухоль БИСАЛ-4? То есть все это прекрасно, и это не покрывается ОМС, потому что на них нет регистрационных удостоверений. И мы, например, делаем, но не вписываем в оплату. То есть, извините, проще что-то чуть-чуть изстратить, чем потом кататься в не столь отдаленные места. Заключение заполняется по форме 14-ю. Регулярные отчеты и проверки, но отказы отдельных регионов и межтерриториальных расчетов об этом мы уже, собственно, и сказали. В чем особенности? Полученные средства по МАС может тратиться только на расходные материалы, зарплаты и обучение персонала. То есть, ну, сейчас появляется, что... Сейчас вроде бы разрешили до 500 тысяч оборудования закупать. То есть было до 100 тысяч, что это вообще ничего не надо было. Сейчас вроде бы до 500 тысяч можно оборудование еще закупать. Нельзя выйти за границу формулировки направления. Если написано PD-L1 в 11-й графе в форме 14-ю, то другие исследования невозможны. Поэтому мы всегда просим иммуногистохимия. Но если написано от руки, то можно дописать. Это с разрешения там, да. Ну, понятно. А если впечатано, то ты уже не нарисуешь. Ну, вот у нас нельзя выполнить два исследования фиш по одному направлению. Нам у нас требуют обязательно, чтобы на каждой фиш исследовании, вот, например, присылают на лимфому, да. Надо сделать без сель-2, без сель-6, ты миг. Три транслокации. Три направления должны быть. В Москве вы вообще отдельно живете совсем. И у вас тарифы уже на все, уже на НГС обсуждается. У нас тариф на хер два нет отдельного. Расходные материалы, купленные за счет средств ОМС, не могут быть использованы для выполнения платных услуг. То есть, то, что вы заработали за счет платных услуг, пожалуйста, используйте для ОМС. Это не запрещается. А вот наоборот, нельзя. Для выполнения макулерогенетических исследований по ОМС необходимо лицезию на лабораторную генетику. С нас обязательно, с нас потребовали обязательно на лабораторную генетику. На самом деле, я вам сразу скажу, существует 464 приказ по клинико-лабораторной диагностике, по которому молекулярно-генетические исследования входят в структуру клинико-лабораторной диагностики. В 179 тоже там некоторые, по 179 некоторые может. В 464 принято в 2020 году, в мае месяце. Нам ОМС сказал, мы вам не будем оплачивать все. Ну, вот нам, нам не так и сказали. У нас нет лабораторной генетики, например, лицензии. Мы работаем под лицензией КЛД. Потому что я принесла вам этот приказ, как вы можете, дорогие друзья. Ну, пожалуйста. Исследования могут быть выполнены только в тех локализациях и на залогах, в которых установлены тарифы. Потому что если у вас нет на залоге С какой-нибудь, соответственно, не прописано, то нельзя. Вот с этим проблемы у нас, например, зачастую и по хер два бывает, ну, со всеми, собственно, то есть с фишами, то есть только то, что прописано, и никак другое никак не подсунуть, к сожалению. Ну, а вот, собственно, то, что я вам обещал, да. Верхний. Почему надо работать над этим самим? Верхний тариф – это вот формальный подход, экономисты, и так далее, и так далее. Это ПЦР, БРК. 918 рублей. Прекрасно. Я сам готов заплатить людям, которые мне будут делать за 918 рублей по ЦР, БРК. А это вот нижний тариф, это вот я лично занимался. 18 тысяч, которым сейчас весь Петербург активно пользуется. 18 тысяч 343 рубля на фиш исследования. На предиктивных маркерах я специально обозначил, чтобы мы могли дальше добавлять. Я надеюсь, что все-таки появится у нас когда-нибудь на РОС-1 регистрационное удостоверение, на МТРК регистрационное удостоверение, на фиши. И сюда не надо вводить дополнительный тариф, да, достаточно добавить просто на залоги и название вот этих вот. Продолжение следует...